Всем доброго времени суток! Мёд продают, мёд продают! А-а-а! Ну где-где? Вот-вот-вот, видите, мёд продают! Турция не такой ароматный мёд, к которому мы привыкли, когда мы раньше... И, в общем-то, наш мёд российский ценится в Турции. Свате очень радовалась, когда мы раньше его привозили. Что-то всё и поздоровалось, и промёт, и так дальше. Время 15.06. Мы шагаем за Султаном. Сегодня сумасшедший день у нас прям. Такое чувство, что мы везде опоздали, не успели и устали уже. Как-то моя бабушка рассказывала мне. Она в своём доме, а не, разумеется. Жили с дедом. Он шахтёр был. Вот. И трое детей, три девчонки. Бабушка говорит, никогда ничего, конечно, не успевала. И скотина, и огород большой, и дети, и дом свой. Она говорит, вот выйду на пенсию, все дела переделаю, всё успею. А потом вышла на пенсию, и так же ничего, говорит, не успеваю, потому что скорость уже не та, и... Ну, в общем, всё не то, всё не так. Ну, вроде как, ещё не на пенсию, но почему-то мне сегодня вспомнился этот бабушкин рассказ. Сейчас с утра встали, позавтракали, постирала. Ну, всё, значит, постирала. Ну, в общем, постирала. Так же, как все. Сложила, на топочку нажала. Развесила. Потом, буквально через полтора часа, я начала готовить обед. Потому что надо было сходить на базар. Сегодня понедельник. А впереди у нас ещё кемаль. Поэтому, закончив варить обед, мы побежали на базар. На базар побежали. Что-то там купили. Прибежали, пообедали. И я сразу встала у вечного огня печь пирожки. Я их вам обязательно видела. Сейчас уже уходили, я выключила газ. Уже оделась и вам засняла ролик. Быстренько. Хоть и тесто покупное было. И вроде как всё быстренько-быстренько. Ну и всё. И вот в пять часов выключила духовку. И мы помчались в сад. Сегодня не такая жаркая погода, как вчера. Вчера солнце прям что-то радовало. Но на базар мы ходили в одних кофточках. Но сейчас вот уже шестой час. И мы в жилетках. Ну комфортно. Ветра нет, по-моему. Когда на базар ходили, что-то ветер был. Нет. Ну комфортно. Вроде как и спина мокрая, и нос холодный. Какие звуки. Ну всё. Прогуляем вас и себя. Какова красота. Какова, какова. Ну, оцените, зацените. В Турции это называется сигара бюрек. Я забыла о существовании. Только что досталась из духовки очень горячая. Забыла о существовании. Теста ювка. Но вот оно нарезано уже треугольниками. Продается оно в магазинах. И, в общем, очень выручает. Когда вот охота каких-то пострепушек. На глаза попалась. Ходили утром, бегали на базар. И вот купила тесто. И пришла вот тут 300 грамм теста. Всё. На один как раз у меня противень всё вышло. Сверху яйцом помазала. И если бы ещё кунжутом присыпала. Ммм, вообще было бы изысканно. Была уверена, что дома есть кунжут. По факту его не было. Но, в общем, будет без кунжута. Будем давиться без кунжута. Так, половина у меня с луком, с яйцом. Так как купили яйца по распродаже. А половина с яблоками и корицей. Даже не половина, а меньше половины, в общем, с яблоками и корицей. Только отключила духовку, потому что бежим за Кемалем. Шалфей ему заварила, чтобы наш мальчишка не кашлял. Базарные покупки не очень великие. Помидоры шикарные, розовые. Вот такие вот. Восторг. Но одну я уже огромную покрошила на салат. И вот эти тоже вот две бросила. То есть я взяла три розовых. И вот такие по 30 лир были. Были, конечно, и другие по 10. Но мне хотелось вот этих красивых розовых. Виноград. Вкусный, сладкий. Восторг. Купили в основном, конечно, из-за Кемаля. Он очень любит виноград. Ну и чтоб он в коляске нас радовал, купили виноград. 35 лир за килограмм. Вот эта ветка огромная. И еще я на мылоке молю. 25 лир нам обошлась. В принципе, все. Бежим, бежим за мальчишкой. Перешли быстро дорогу. Мы идем, а машины стоят. Час пик. О, видите, какая пробка. И вот прям свежо-свежо и прохладно. Хамам, который считается лучшим в Анталии. Ну, большинство людей его хвалят, в общем. О, видите, как по тротуару мы ходим. Мальчишку моего ведут. Я предпочитаю здесь ждать, в коридорчике. Но многие люди остаются на улице в ожидании своих чат. А где она? Где мама? На работе. На работе? Ну, ладно. А где Альмина? Ага, кто там? Дружочек? Где мама? Рассказывай. На работе. Нету? А где она? На работе. На работе, правильно. А Альмина где? На работе. Ну, как это? Дома ждет. Тебя уже пришла со школы. А папа где? Ай, девчонка-то. Бак? Да, вот так вот. Ну, думаете, он домой торопился? И вовсе нет. Ага. Круг почета, да? По игрушкам? Кто там? Девчонки, что ли? Ну, давай, поехали. Поехали. Что это? А по-русски как? Изюм. На турецком, да. А на русском как? Кемаль. Горячуюсь. Половина алфавита нам предстоит еще научиться выговаривать. Скажи виноград. Скажешь нет? Виноград? Да, согласен. Хорошо. Там еще и яблочко есть. Сидит, жать, печет. Дай виноградинку. Вкусно? Да. Мне еще хоть иногда дает. А деду редко перепадает. Ты далеко собрался, а? Ой! Что, не входит, что ли? Решил, решил утрясти. Встряли мы тут, по всей видимости, на дороге. О, пошли, 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 пошли. Дорога большая. Светофоров много. Молодцы. Сейчас еще туда перейдем. Ну и все. И мы дома. Вот этот мост разделяет район Кипец и Мурат-Паша. Все, опять. Ну тут, конечно, отдельно, как они переезжают перекресток, но это надо стоять и снимать. Мы просто проходим мимо и всегда поражаемся, удивляемся. Фонтаны все еще. Радуют и создают атмосферу приятную. Ой, чехуеныша какого принесли. Вот-вот. Ой. Че дрожишь-то, маленький? У нас такой же был, только злой, зараза. Сюда красиво этот дом подсвечивается. Уже можно и ушки прикрыть какой-нибудь повязочкой. Ну, громко. Парам-пам-пам. Да. Когда хорошее настроение, то Кемаль у нас поет Антошку. Тили-тили тролливали. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Да? Еще очень любит песню на лугу. На лугу. А, Азан зазвучал. Не на лугу, Господи. Далеко-далеко. На лугу пасет цеко. Проходим мимо мечети. И Азан громко звучит. Время без пяти шесть. Быстро мы обернулись, но темнеет. Ох ты, боже мой. Чуть не оступилась. Темнеет и холодает. Прям на глазах. Какой месяц яркий. Благодарим, что прогурились с нами. И, конечно, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok